Как вы относитесь к теории пассионарности и этногенеза Льва Гумилёва, спрашивает Андрей, 25. Лев Гумилёв – это такой знаменитый советский историк, которого многие профессиональные историки историком не считают, считают шарлатаном. Он сын поэта Николая Гумилёва и поэта Саны Ахматовой, насколько я помню, могу ошибаться. И он придумал очень интересную теорию. Вёл такое понятие, как пассионарность. Это для тех, кто не знает. Вкратце введу в тему. Он сказал, что периодически живёт себе народ, а разные народы на Земле никого не трогают. Народы и отдельные люди. И периодически. Это можно связывать с Солнцем, можно связывать с геологическими процессами, можно связывать с каким-то таинственным, иным мотивом и толчком изнутри. У людей вдруг, обычных людей, появляется, откуда ни возьмись, огромное количество энергии, страсти. Пассио – это по латыни страсть. Очень много энергии и длинная воля, позволяющая эту энергию реализовать в стратегические проекты. Типичный пример – это монголы. Начало XIII века. Жили-жили, никого не трогали. Были одним из многочисленных племён. Потом вдруг в них что-то происходит. Происходит какой-то толчок, и они завоёвывают полмира. Причём экспансия их длится очень долго. Десятилетиями и столетиями. Вот этот пассионарный толчок, то, что называется. Он приводит разные примеры из жизни разных народов, хотя его зона исследования была «Древняя Русь и Великая Степь». Их сложные симбиотические отношения созависимы. Когда враждебные, когда в симбиозе. И он приводит примеры таких толчков пассионарных. Тут я могу вам сказать следующее, что мне эта теория близка. Рациональное зерно в ней есть. Другое дело, что есть такая системная ловушка как раз для подростковых личностей. Большинством из которых являются люди, живущие в социуме. То есть подростковые личности, они основные социальные камни. Это люди, которые занимают посты начальника, маленьких, крупных, больших и так далее. Которые держат науку, искусство, экономику, вооруженные силы. Там в основном функционерами являются подростковые личности. Для них это чрезвычайно актуально. Для них издаются и пишутся книжки. Они обсмактывают эти теории. И это та же история, что с Максом Вебером и его книгой знаменитой «Протестантская этика и дух капитализма». Когда он утверждает, что капитализм – это достояние протестантских народов. Это означает, что очень европейская история типичная. У автора есть гениальное озарение. И потом рационализация, которая иногда сильно абсолютизирует это первичное откровение. И сводит всю сумму сложную исторических процессов к одному вот этому вектору. Что вот все давайте объясним духом протестантской этики или все давайте объясним пассионарностью. Ни Вебер, ни Гумилев до конца этого не сделали. Это сделали их последователи, особо фонетичные, которые поймались на эту концепцию и стали говорить «давайте все объяснять пассионарностью» или «давайте все объяснять протестантской этикой» или так далее. Я противник таких крайностей. И человек, и человеческая история слишком сложная, комплексная, цельная, единая вещь, чтобы объяснять его с точки зрения одного вектора. Или только духом этики, или только пассионарностью. Но я понимаю авторов, которым нужно было идею их озарившую спроецировать на целый комплекс проблем, высветить эти проблемы и эти истории в свете этой идеи. Поэтому иногда возникает впечатление, особенно очень радостных поклонников, чтобы теперь можно все объяснить пассионарностью. Поэтому я за пассионарность. Мне нравится этот импульс, эта идея. Но я бы не сводил все к пассионарности. Вот это мое личное отношение к этой теме.